МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волжанам противостоял, пожалуй, главный возмутитель спокойствия в европейском футболе последних двух лет. Махачкалинский Анжи. Между собой команды в этом сезоне уже встречались. Правда, в столице Дагестана победа досталась подопечным Гусе Хидинга. О том, как сложилась домашняя игра, расскажет мой коллега Иван Евдокимов. Анжи для Волжан соперник, конечно, не новый. Всего между собой команды провели пять очных встреч. Трижды вверх брали дагестанцы, и два раза победа не досталась никому. Причем встречались клубы еще тогда, когда оба коллектива выступали в первой лиге. Если у Анжи задачи и возможности теперь другие, то вот волжане, к сожалению, близки к тому, чтобы в первую лигу вернуться. Тем не менее, до встречи с Волгой подопечный Хидинга увязли в пятиматчевой серии без побед. Баранки на Нижегородском табло сохранились до 33 минуты. Первым ворота Киржакова расколдовал Спахич. Спустя семь минут Траоры по-хозяйски в чужой штрафной принял, развернулся и пробил. Практически сразу нижегородцы могли отыграться, но удару Антона в Путилу не хватило точности. А это уже фрагменты второго тайма. В самом начале волжане остались в меньшинстве. Ропотан вот таким борцовским приемом уложил на лопатки Юрия Жиркова. Но если в вольной борьбе это чистая победа, то вот в футболе горчичник. В этом случае он оказался вторым. Нарушение было. Нарушение было. Это то нарушение, которое тянуло на желтую корочку. Поэтому все по делу. Эмоции преобладают у Ропотана. Это боец до мозга костей. Иногда они перехлёстывают. Поэтому судья здесь совершенно правильно. Правда, долго разбирался, но разобрался. Все четверо они там разговаривали по урации, не могли никак разобраться. Но разобрались и заслуженное предупреждение вынесли. Как ни пытались белосиние перестроиться, но все-таки пропустили еще. Вновь ошибка в обороне и первый гол Виллиана в российском чемпионате. Что мы могли противопоставить? Ну, наверное, командную скорость. Но, тем не менее, не было такого простора. Анджина нам не предоставила простора. А мы не смогли сделать так, чтобы он появился. То, что в конце был навал, мы осознанно пошли на навал. Почему? Потому что я считаю, что независимо от счета надо играть от первого до заключительного свистка. Но навал тоже ни к чему не принес. Почему? Потому что верху мы проигрывали борьбу, подбор тоже проигрывали. Поэтому, ну, наверное, получается, что и как таковых шансов не было. На послематчевой пресс-конференции Хидинг находил в себе силу не только отвечать на любые вопросы журналистов, но и шутить. Спасибо, дядя. Достаточно длинное путешествие, приходится проделать, чтобы нас поддержать. Мы хотим очень сильно поблагодарить. Спасибо, девушкам. Нет, если кто-то хочет сделать еще одну вопрос, то нет проблем. Хорошо, давайте продолжим. Мы приехали сюда, и, по крайней мере, нашей команде... Сейчас у нас был небольшой спад, и все, кто разбираются в футболе, понимают, что для команды это нормально. Учитывая все это, и все-таки учитывая то качество поля, то, как Волга умеет биться на этом поле, я думаю, что ребята из Москвы были хорошей игрой, добились хорошего результата. Для подвига всегда есть время, но, видно, на подвиг мы пока еще не доросли. Поэтому мы спокойно к этому относимся. Почему? Потому что все будет решаться, это было известно и два месяца назад, в играх между собой, то есть теми командами, которые находятся в той зоне, в которой мы находимся. Мы подошли к этому на том же месте, в принципе, там очень плотно, поэтому обратно же говорю, что все будет решаться именно в играх между своими конкурентами. Неплохо было бы, конечно, совершить подвиг, но, видно, мы еще не готовы. Настроение голландского специалиста понятно. Махачкалинцы прервали затянувшуюся серию и вплотную приблизились к питерскому «Зениту». И второй строчке в турнирной таблице. А это, помимо серебряных медалей, еще и путевка в Лигу чемпионов. Несмотря на проигрыш, Волга сохранила свои позиции. После 24-х туров белые синие занимают 13-ю строчку, в активе нижегородцев 21 балл. Затылок к волжанам дышат самарские крылышки. Подопечные Гаджи Гаджиевы оказались сильнее одной из самых стабильных команд российского чемпионата – футбольный клуб «Краснодар». На стадионе «Кубань» фаворитами явно считались хозяева. Но уже на третьей минуте гости открыли счет, забили после сейва Фельцову. У мяча первым на добивании оказался Режиналь Гора, который не промахнулся. Счет 0-1 сохранялся до 89-й минуты за 30 секунд до окончания основного времени. Крылышки провели быструю контратаку, Фельцов снова выручил, а дальше опять потеря концентрацию краснодарских защитников. И на добивании Илья Максимов вколачивает гол. Вообще, экс-игрок «Белый-синих» провел очень хороший матч, боролся до последнего. И за несколько секунд до финального свистка забил еще и третий мяч в ворота хозяина. Два аутсайдера, Алани и Мордовия, сразятся в понедельник. Игра пройдет во Владикавказе. Наверное, нижегородцев в этом матче устроил бы ничья, ну или победа Алани. Что же касается команд, которые расположились в турнирной таблице выше нижегородцев, Амкара и Ростова, то в рамках 24-го тура «Пермики» сыграли в Москве со столичным «Спартаком». Напомню, красно-белые в предыдущем туре неожиданно проиграли ростовчанам. Но на арене в Лужниках была совершенно другая игра. О своих бомбардирских качествах снова напомнил Юра Максисян. Это было во втором тайме, а в первой половине матча счет открыл Павел Яковлев. Ну а Ростов отправился в Казань в гости к Рубину. Казанцы на прошедшей неделе провели матч в Лиге Европы, проиграли «Челси». Но ростовчане не лондонцы, поэтому игра была менее зрелищной, менее игревой. Итоговый результат – ничья. 24-й тур и Анжи не обошлись стороной и молодежной. Состав «Волжан» дубль белых-синих уже давно балует своих редких болельщиков результативной игрой. Тем более на родной земле в Нижнем Новгороде. Поединок с Анжи исключением не стал. Болельщики, пришедшие на стадион голы, увидели. А вот сама игра была не такой уж и зрелищной. Почему ответ на этот вопрос в нашем следующем материале. Борьба между молодежными составами началась молниеносно и жестко. Не прошло и 10 секунд после стартового свистка, как произошло первое столкновение. А за ним еще и еще. В первые минуты матча было не совсем понятно, кто дома хозяин. Волжане уповали на забросы в чужую штрафную. А махачкалинцы делали все то же самое, рассчитывая на светлые головы форвардов. Впрочем, первый по-настоящему голевой момент был у хозяев. Особая опасность исходила от левого фланга белосиних. В составе дубля появился Валерий Кичин, который мог и сам мяч протащить, и пас отдать, и головой пробить. После таких моментов фан-сектор гостей стало слышно. Болельщики начали подгонять своих футболистов, что, вполне возможно, и привело к голу. Волжане бросились отыгрываться, но до забитого гола не хватало чуточку везения или пары сантиметров. Спустя пару минут после этого эпизода все тот же Кичин ворвался в штрафную площадку гостей, где был благополучно сбит. Игрок откровенно воткнулся прямой ногой в меня, в бедро. Он откровенно не успевал и нарушал правила. Ни секунды не думая, к точке подошел Артем Брагин. У нас сегодня пропускал Руслан Пашцев здесь в квалификации. Ну и я, в принципе, по, наверное, самому уверенному подошел. Вспомнил, в принципе, никаких проблем не было. К началу второй 45-минутки у Волги произошла первая замена. Поле покинул Валерий Кичин. Что же касается футбольной составляющей, то игра пошла на встречных курсах, но шансов забить было больше у нижегородских футболистов. Несмотря на обилие моментов, забить нижегородцам не удалось. Итоговый счет 1-1. Волга догоняет питерский «Зенит» от третьего места на пьедестале. Белых-синих отделяет всего четыре очка. После ТСКА, наверное, еще не совсем отошли, наверное, сказывается. На тренировках было, чувствуется свежести не хватило, наверное. Поэтому, наверное, сегодня не смогли свой лучший футбол показать. Игра складывалась в нашу пользу, но немножко нам, я думаю, не повезло, да, с реализацией моментов. Ну, хромала у нас реализация моментов. Это с чем связано? С плохой физической готовностью, не знаю, там, Арабели перед Анжи? Я думаю, все силы отдались в ЦСКА, ребята. Одна капля рождает поток. За волной идет другая волна. И ничто не в силах остановить течение Великой реки. Это твоя стихия. Твоя команда. Футбольный клуб «Волга». Большие люди большого футбола на этой неделе в Нижнем Новгороде. Семинар совещаний по развитию не только регионального, но и отечественного футбола в целом провел президент Российского футбольного союза Николай Толстых. Правда, вот совещание РФС в Нижнем Новгороде прошло за закрытыми для журналистов дверями. Видимо, вопросы обсуждались не только особо важные, но и сверхсекретные. Но, как потом оказалось, большие футбольные чиновники обсуждали женский футбол. И только потом на повестку дня вышло, пожалуй, самое ожидаемое футбольное событие для всех нижегородцев. Абсолютно не сомневаюсь, что все планы подготовки в Нижегородской области будут выполнены. Мы обсудили вопросы подготовки к реализации взятых на себя обязательств. И, как я уже сказал, эти планы в установленные сроки реализуются. Также на повестке дня были и другие вопросы. Поднятие престижа работы детских тренеров и юношеский футбол. Кстати, журналистов помимо футбола женского и детского интересовал еще и настоящий профессиональный большой футбол. И, главное, нижегородская команда «Волга». О которой Николай Толстых, оказалось, знает даже больше, чем многие ожидали. Хочу пожелать футбольному клубу «Волга» реализации намеченных планов текущего спортивного сезона. И не только с точки зрения спортивных результатов, но и планов развития инфраструктуры футбольного клуба, в том числе и тех направлений, о которых я уже сказал. Это повышение эффективности работы по подготовке резерва. Это, конечно же, реализация планов в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года строительства стадиона. Реконструкции имеющихся на территории нижнего ногу спортивных объектов, предназначенных для развития футбола. И я еще раз хочу подчеркнуть, что очень приятно, что все планы развития клуба находят поддержку и понимание руководителей области. Были в матче основных составов «Волга-Анжи» и светлые позитивные пятна. Для кого-то это возможность посмотреть на действительно классную команду, может быть, сфотографироваться с Гуссом Хитингом или взять автограф у Самуэля Этоо. Но были на трибунах три счастливчика. Два из них получили айпад и айфон. Ну а третий болельщик, точнее болельщица, выиграл автомобиль. Какой у тебя номер? Обрадуй меня. Автомобиль! Автомобиль! Давай смотри. 2-0! 85-21! Дорогие друзья, вот она счастливая! Обрадусь на автографе! Просто решил в первый раз в такую солнечную погоду прийти на стадион. Мне очень нравится, когда болельщики начинают кричать, это поддерживает толпу. И вот из-за этого пришли сюда получать положительные эмоции. Для меня автомобиль была мечта. И действительно, она исполнилась, придя сюда. И сейчас будет до конца матч болеть, ацетивно за «Волгу», чтобы они победили, и чтобы было еще больше позитивных эмоций. Вы, кстати, тоже можете попытать удачу и выиграть автомобиль. Для этого достаточно купить билет на следующий домашний матч и прийти на стадион. Ну а мы ждем в следующей неделе хорошей игры. И, что самое главное, победы над географическими соседями Саранской и Мордовии. Другого пути у ниджегородцев просто нет. Я с вами расстаюсь ровно на 7 дней. Играйте в футбол, болейте за «Волгу». Смотрите программу «Волга-тайм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова